СЛЕЗ Это на самом деле, знаете, такой тонкий момент, потому что есть разные мнения условно, что нельзя ребенка заставлять заниматься. С другой стороны, я вспоминаю себя, и я понимаю, что если бы меня, например, мама не заставляла заниматься, это я сейчас вообще говорю про общеобразовательную школу на секундочку, я бы просто ее не закончила. Мне настолько было все неинтересно. Я, во-первых, с самого начала своей жизни, как себя помню, я сразу знала, что я хочу быть на сцене, петь, и мне все это было максимально неинтересно. Я летала в облаках, я сидела на уроках, рисовала, представляла себя на сцене. То есть в какой-то момент я училась, ну, довольно-таки хорошо, а потом уже это все стало сходить на нет, тем более у меня достаточно такая школа была непростая. И мама, конечно же, приложила огромные усилия для того, чтобы я просто ее закончила и не скатилась, в общем, до того, что я бы осталась без образования. Вот так. Поэтому, да, конечно же, временами нужно заставлять, но, например, у меня нету такого пунктика, как у многих родителей, что, например, мой ребенок должен быть отличником. Вообще нет. Я ни в коем случае не ругаю ее за оценки. Я с ней разговариваю по-человечески, не как надзиратель, понимаете, а я нахожусь с ней довольно в дружеском таком общении. Это, я думаю, что очень важно, знаете, сохранять с детьми такого плана общения, чтобы ребенок, когда у него, например, возникнут какие-то жизненные трудности, о которых дети не привыкли, например, говорить с родителями, они могли бы подойти к своим родителям, к маме. И, в частности, как я делала это со своей мамой, за что ей большое спасибо. Мамочка, если ты меня смотришь, я тебя очень люблю. И еще пока не было Сандры, я мечтала, чтобы у меня с моей дочкой были вот такие отношения, как с моей мамой, потому что я могла маме рассказать абсолютно все, она всегда все про меня знала. Если я, скажем так, хулиганила и делала какие-то не очень правильные для ребенка вещи, я тоже маме о них рассказывала, и мы просто об этом говорили, она мне объясняла, что там это не очень здорово, могут быть какие-то последствия. Потому что, когда тебя держат в таких тисках и ругают за все и вся, но ты все равно это сделаешь. Просто, понимаете, взрослые люди, они очень часто почему-то так быстро забывают про то, какими они были, какие они были в возрасте подростковом, какими они были в детском возрасте. Вот это вот очень важно. И возвращаясь к музыке, что да, очень часто бывает, что приходится через слезы заниматься, но я очень часто слышу, в принципе, именно про занятие музыкой такой момент, что даже условно, если это не будет делом твоей жизни, то это очень хорошо развивает. Об этом и Черниговская говорит, я ее обожаю во многих своих интервью, то есть это на уровне нейронных связей, это очень развивает ребенка. Поэтому в любом случае такие занятия имеют толк. Ну и когда ты, в принципе, видишь, что у ребенка получается, она уже и выступает на отчетных концертах, и очень хорошо у нее получается, и когда она уже разобрала произведение, и я вижу, что она сама от этого кайфует, я думаю, что мы движемся в правильном направлении.